Какие телевизоры стоят ваших с трудом заработанных денег, когда речь идет о предложениях Черной Пятницы? Самой популярной OLED-моделью, скорее всего, будет LG C2. Просто благодаря соотношению цены и качества и широкому выбору размеров экрана. Вы получите настоящие черные, яркие цвета, широкие углы обзора и почти мгновенное время отклика пикселей от OLED, чьи пиксели могут включаться и выключаться независимо друг от друга. Телевизор LG C2 особенно понравится геймерам. Благодаря очень низкому input lag, четырем полноценным портам HDMI 2.1, которые могут работать в Dolby Vision 4K 120 Гц, чего нет ни одного другого OLED-бренда, совместимости со всеми тремя основными форматами VRR, включая открытый стандарт HDMI-форм VRR, AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а также самой точной реализации HDIG на рынке. И на выбор предлагается широкий выбор размеров экрана и ценовых категорий. От 42-дюймового C2, который можно использовать в качестве игрового ПК-монитора, до массивного 83-дюймового C2, обеспечивающего суперзахватывающий просмотр. Если же вы хотите получить самый лучший OLED-телевизор от LG в 2022 году, то это G2, который оснащен дополнительным радиатором для обеспечения на 20% больше пиковой яркости при точке белого D65 по сравнению с C2 аналогичного размера, а также уменьшенным остаточным изображением, благодаря улучшенному отводу тепла. G2 также поставляется с пятилетней гарантией на панели от LG Electronics, которая неофициально покрывает выгорание, что для некоторых из вас оправдывает разницу в стоимости C2. Хотя помните, что вам придется доплатить за настольную подставку, если вы не собираетесь вешать на стену G2 Hillary Series, который изначально был разработан для настенного монтажа и поэтому не поставляется в комплекте с подставкой. И, как обычно, актуальные цены на популярные телевизоры в описании к видео. Ни один другой производитель телевизоров, кроме LG Electronics, не предоставляет возможности полной 3D-лат-карибровки на своих телевизорах для достижения точности света в детской каталонной. Настолько, что OLED и LG являются единственными рекомендованными Dolby в их руководстве по лучшей практике светокоррекции Dolby Vision. Замечу, что последний раз документ был обновлен в феврале 2021 года, поэтому в него не включены последние модели, такие как C2 и G2. Кроме того, 3D-лат-карибровка может быть выполнена в игровом режиме для SDR, HDR10 и даже Dolby Vision, исправляя неточности из коробки, включая подавленные детали теней на некоторых устройствах. Поэтому неудивительно, что многие покупатели OLED-телевизоров LG от Крэмптон Энд Мур также воспользовались их услугой калибровки, которая была очень хорошо принята. Сейчас, до конца ноября, в рамках акции «Черная пятница», проводимой розничной компанией, на все размеры экранов C2 и G2 действует скидка до 200 фунтов. Среди телевизоров 2022 года, вторым самым покупаемым телевизором с калибровкой от Крэмптон Энд Мур стал QD OLED Sony A95K, который был признан лучшим телевизором 2022 года в нашем ежегодном мероприятии TV Shootout. Профессиональные судьи, которые не знали, какой именно телевизор где стоит, были очень впечатлены лучшей в своем классе обработкой видео A95K, особенно в градациях, а также извлечением ярких деталей в сложном HDR10 контенте с помощью динамического тонового отображения. Кроме того, QD OLED панель на Sony A95K эффективно устранила артефакты мерцания почти черного, а также обеспечила более высокую пиковую и цветовую яркости по сравнению с прошлогодней моделью Bravia A90J. Один момент в OLED-телевизорах Sony, включая A95K, заключается в том, что по умолчанию точка белого в наиболее точном пользовательском режиме изображения была установлена на заводе как более голубая, чем D65, и одним из самых больших преимуществ калибровки Bravia OLED является приведение слишком холодной точки белого Sony к D65, а именно к стандарту широко используемого в киноиндустрии. Еще одним QD OLED-телевизором на рынке, помимо Sony A95K, является Samsung S95B, ключевыми преимуществами которого являются самая высокая пиковая яркость и световой объем среди OLED-ов этого года, высочайшая однородность экрана и углы обзора, не говоря уже о четырех полноценных портах HDMI 2.1, хотя на момент съемки этого видео в ноябре 2022 года в обновленной прошивке 1403 были некоторые проблемы с HDR VRR геймингом, которые я расследую и поддерживаю связь с Samsung для потенциального исправления. Конечно, самой большой привлекательностью Samsung S95B является его очень конкурентоспособная цена, особенно для QD OLED первого поколения. Одним из телевизионных брендов, которые игнорируют QD OLED и твердо придерживаются WGB OLED, является Panasonic, чьи OLED известны свои лучшие в своем классе точностью цветопередачи и яркостью почти черного из коробки. Флагманский телевизор Panasonic LZ2000 был признан самым ярким WGB OLED-телевизором на рынке, а в новом 2022 году японский производитель также выпустил свои первые 42-дюймовые OLED-ы в виде 42LZ980 и 42LZ1500, и мы подозреваем, что менее дорогой 42LZ980 будет более популярен среди геймеров. Вы, наверное, заметили, что до сих пор я говорил в основном о преимуществах каждого телевизионного бренда, поэтому для баланса давайте рассмотрим некоторые известные слабые стороны. Несмотря на улучшенные по сравнению с прошлогодней реализацией NLG TrueMotion, алгоритм интерполяции все еще имеет тенденцию вызывать некоторые микрозаикания в вещательном контенте с частотой 50 Гц, особенно при жестикулировании рук и движениях головы. Также из-за наличия белых субпикселей, яркие насыщенные цвета в HDR-контенте обычно выглядят темнее, чем в QD OLED-телевизорах, которые могут похвастаться более высокой цветовой яркостью. То же самое относится и к серии Panasonic LZ, в которой используются исключительно WRGB OLED-панели, и кроме того, только два из четырех HDMI-портов поддерживают версию 2.1 из-за чипсета Mediatek, и где нативная 10-битная градация была посредственной, а в меню изображения отсутствует фильтр плавной градации, чтобы смягчить эту проблему. OLED-телевизоры Sony также ограничены двумя портами HDMI 2.1 из четырех, но благодаря добавлению основного процессора в движке изображения BRAVIA XR, нативная 10-битная градация была более плавная, чем у Panasonic, фактически лидируя в классе. Правда, яркость почти черного на OLED-телевизорах Sony была разработана таким образом, чтобы делать ее ярче, чем эталонная, что может привести к потере глубины и четкости изображения в некоторых темных сценах и зажатия деталей теней. QD-OLED-панель на OLED-флагмане Sony A95K Master Series не оснащена подлеоризатором, поэтому при попадании на нее света черный становится сероватым. Это же явление, характерное для QD-OLED Samsung S95B. Из-за метода отображения HDR10 от Samsung, который основан на методанах MaxMDL вместо MaxCLL, некоторые фильмы, которые были отгрейдены консервативно, но помещены в 4000 нитовый контейнер, иногда будут выглядеть темнее талона в зависимости от APL-сцены. И этому недостатку совсем не помогает отсутствие поддержки Dolby Vision на всех телевизорах Samsung. Суть в том, что идеального телевизора не существует. Каждый телевизор имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому выбор наиболее подходящего для вас телевизора будет зависеть от ваших собственных привычек, предпочтений и пожеланий для просмотра. Также, если вы хотите узнать, как эти high-end телевизоры конкурируют друг с другом в различных категориях качества изображения, такие как обработка изображения при движении и производительность в светлом помещении, вам следует посмотреть мое видео с нашего мероприятия TV Shuttle 2022, нажав здесь. Субтитры сделал DimaTorzok